Каждый уголок Петербурга можно использовать для занятий спортом, если захотите. Твоя территория расскажет о самых интересных местах северной столицы, где можно пробежаться, проходиться на велосипеде и не только. Парк интернационалистов. Находится в Купчино, на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. В этот спальный район нечасто забредают туристы и очень жаль, потому что по своему расположению это, возможно, самый эффектный парк города. Он идеально вписался между нескольких магистралей и жилых комплексов, так что с любой смотровой площадки открывается гармоничный вид на Большой город. При этом здесь не так шумно, как в центре или на севере, хотя станция метро проспект Славы находится прямо у парка. С архитекторной точки зрения все это настоящая удача. Памятники здесь тоже впечатляют. Югу Петербурга вообще свойственна военная тематика, но, как правило, она касается памяти Великой Отечественной войны. А здесь построены мемориалы воинам-афганцам у самого входа в парк и всем погибшим в боях российским спецназовцам в самом сердце парка. Оба мемориала необычны, и их обязательно стоит рассмотреть поближе. Сам же парк очень просторный, так что подходит и для занятий бегом, и для крупных городских турниров. Совсем недавно мы рассказывали, как здесь прошел второй этап Кубка губернатора по бегу, а там приняло участие более 1600 спортсменов плюс зрителей. Все разместились только на одной половине парка, и еще оставалось достаточно места для местных, гуляющих с собаками. В обычные дни здесь полно бегунов, вышедших на пробежку или работающих на воркауте. Тренажеров на детственной площадке не очень много, хотелось бы больше, но, по крайней мере, все основное есть. Брусья разной высоты и стандартные детские тренажеры в наличии, так что семейную программу минимум выполнить можно. И все-таки воркаут стоит расширить, свободного места здесь хоть избавлять. А семь лет назад парк интернационалистов принимал рок-концерт под открытым небом. Бутусов, город 312, Тенемал Джаз и многие другие выступили здесь на уличной сцене. Собственно, самая курьезная достопримечательность парка – это так называемый местный амфитеатр под открытым небом. Купчина-арена, как гордо гласит табличка. Открыли ее больше 10 лет назад, видимо, вдохновляясь Колизеем. Как видите, каменные сидения похожи на то, что находится в Риме, только петербургский климат куда хуже для таких сооружений, да и арены значительно меньше. Сидения вмещают 150 зрителей, а сцена подходит для любых активностей, но лучше все-таки проводить их только в теплое время года. Кроме того, здесь есть огромный пруд, целое озеро посреди города, прочно занятое рыбаками, утками и голубями. У них поделены сферы влияния – рыбаки и утки по берегам, а голуби кучкуются у местной и большой набережной, где их явно хорошо подкармливают. Утки здесь гнездятся, причем попадаются редкие виды. Пруд очень тихий и птицам здесь нравится. А если вода вдохновляет вас на занятия спортом, то в двух шагах расположен парк героев пожарных, где находится петербургская станция вейкбординга, с профессиональной трассой и учебным центром. Кстати, они как раз на днях открывают летний сезон и готовят новые трамплины, собранные за зиму. Вот так на небольшом участке города можно найти с десяток разных активностей – от экстрима до медитативного отдыха. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...